Кто-то из поэтов уже сказал, проклятие века – это спешка. Вот есть какая-то такая спешка, и мы даже, понимаешь, мы даже вот спешно покупаем продукты, спешно едим, спешно листаем YouTube. Сейчас огромное количество людей, которые какие-то новости, аудиокниги слушают на ускоренной перемотке. Знаешь, такая функция есть? Знаю. Вот, никто или мало кто успевает проживать глубокие серьезные вещи, но проживать не успевая, мы чего-то такое быстро напихиваем информацией мозг. И тогда у нас образуется трагический такой разрыв между умом и переживанием, чувством. То есть мы не чувствуем, не переживаем. Наполняемся новой информацией, и мозг не успевает перерабатывать эту информацию отсюда. Она или вываливается из головы, или превращается в бессонницу, когда множество информационного материала мы наглотались информацией, а, ну, как сказать, а пережить не успели. Все, что касается Бога, внутреннего мира, души, оно невозможно в спешке. Вот, и, ну, сейчас вот я не знаю, я же в церковь-то давно уж не прихожу, не хожу. Но вот я ушел оттуда где-то уже в 2008 году, когда еще не было смартфонов. Но я могу предположить, что вот стоит, если люди стоят в храме или, может быть, на какой-то медитации находятся, и у них айфон как какой-то чешется в кармане, а вдруг что-то написали, а вдруг позвонил. И люди между даже фрагментами каких-то присутствий на медитациях, на богослужениях, несомненно, выходят, чтобы посмотреть, мы жрем информацию, мы инфоманьяки. Поэтому инфо-цыгане пусть идут с лесом не в состоянии прожить и не понимаем, что это такое, а мы пробегаем, пробегаем. Дело не в инфо-цыганах, дело не в девальвации какого-то знания, которое было раньше, достигалось годами и проживалось, а дело в том, что мы не пережевываем. Мы как те греки, у которых были греки-гурманы, которые ели очень много, засовывали павлини и перья и выплевывали это все наружу, потому что они не хотели переваривать. Такие жадные гурманы, да? То есть хочется нагурманить как можно. Да, то есть язык хочет наслаждаться явствами, а чрево не в состоянии переварить. И мне кажется, в этом-то вся беда времени нашего и нашей такой усталости от информации нашего скепсиса. Вот, потому что простые слова, сказанные от сердца к сердцу, это энергия. Но у нас до сердца они не доходят, потому что мы постоянно куда-то бежим. Вот, поэтому я здесь за то, чтобы не наваливать кучу мыслепереживаний, не переживаний, а говорить постепенно, что одно разобрали, попробовали, например, одно блюдо немножко вместе, другое, третье. И может быть, что-то переживем, и может быть, кто-то из нас друг друга переживет. Вот, и наполненность между собеседниками остается, если они вслушиваются в себя и в другого. Вот, вот этого вкусного, я бы сказал, контакта между людьми, мы лишены моего вкуса, забыли. Он еще был до интернетную эпоху. Еще в 90-х он был. А сейчас мы просто инфо-обжоры. В том числе и в духовном смысле. Вот смотри, например, попадаешь на какой-то ролик на Ютубе. И чтобы в тему углубиться, нужно время. И какой-нибудь мужичок или женщина начинает тему раскрывать. Я всегда слушаю только тех, кто говорят неспешно, кто успевают продумывать, прочувствовать. Ну, конечно, дело не касается политических новостей, там другой жанр. Но если что-то про душу, про сердце, про состояние, и человек успевает проживать то, что говорит, тогда мне интересно. Тогда я вслушиваюсь. Но чтобы разогнаться, выйти на эту глубину, нужно 10, 15, 20 минут времени, прежде чем пойдет глубокая информация. Вначале здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад вас видеть. И вся эта социалочка пока прокручивается. А мне уже скучно. Я уже на следующий ролик пошел. Поэтому вот здесь нам с тобой хоть бы не погрешить в этом. И именно по сути. Все же вот эти духовные практики восточного толка, они же ориентируют нас именно на то, что внимание – это моя собственность, я кому-то его отдаю, кому-то не отдаю. Это мой выбор. Внимание – это мой выбор. Я выбираю, сколько внимания отдать тебе. Сегодня я выбрал, вернее, вчера еще выбрал, что в определенное время мы с тобой созвонимся, я отдаю свое внимание на, ну, чего прежде всего оно у меня, оно мое. Но вот этому мосту между тобой, как душой живой, приятной, прекрасной, искренней, иногда метущейся, иногда какие-то любимые теневые аспекты залипающие. Вот, и мы строим мост, мы протягиваем друг другу руки. Вернее, это даже не руки, а лучи. Вот. И слава Богу, что как бы у нас есть такая возможность, мы говорим, говорим спокойно, неспешно, от души к душе. Если у тебя вот эти вот матричные кальмары роятся на поверхности, то в глубине ты говоришь, там пустота, там покой, там тишина. Вот я с этой тишиной-то и общаюсь. Если у нас с ней контакт налажен, то пространство покоя расширяется. И пространство покоя, ты знаешь, это когда вот самолет там вылетает из аэропорта, и в аэропорту шум, в аэропорту какие-то проверки, там может быть регистрации, вот. А потом самолет аккуратненько взлетает, и ремни пристегнуты, и пшшш, и мы уже над облаками. И вот там такой покой, такая тишина, такая замечательная. Да, и иногда между двумя людьми, которым запретили пользоваться телефонами, но они сидят на соседних сиденьях, живут уже 35 или 10 или 5 лет в браке, и вдруг возможность поговорить, и ты поворачиваешься и говоришь, о, привет, ну делать-то нечего, кроме как. Ну и, конечно, здесь можно достать всё своё, весь свой ментальный, интеллектуальный арсенал, и начать засыпать психической продукцией другого человека. То есть мы же напродуцируя продукции из новостей, в основном из интернета, мы друг другу эту продукцию сбрасываем. Мы уже, к сожалению, и это свойство времени, у нас нет точной верификации вообще достоверности той или иной информации. Просто кто-то в новостях одно услышал, кто-то другое, и мы как только проглотили и сделали это своим, мы начинаем друг друга переубеждать, орать там, и мы становимся просто батарейками. Но свою жизнь не живём. А давай вот свою. Ты-то как? Представляешь, они летят в самолёте и поворачивают. А ты-то как? А ты-то как? При чём здесь? А ты разве не знаешь, что Байден? Я говорю, подожди, при чём здесь Байден? Ты вообще не знаешь вообще, существует он реальная линия. Дело в том, что в какой-то такой реальности материальной, политической, существуют и танки, и Байден, и кто угодно. А давай-то с тобой-то поговорим. Мы можем это тоже обсудить, если тебя волнует. Но сначала, понимаешь, вот, понимаешь, а сначала мы говорили, был такой тренд, что вот обнажиться телом нужно только перейти, можно только перед тем, кто примет твою обнажённую душу. Вот. А я сейчас говорю об обнажённости души от всякого рода металлоконструкций, эзотерических, политических, мировоззренческих каких-то. Вот я и ты. Мы представляем что-то без нашей вот этой ментальной, эзотерической, политической загрузки? Или нам нужно обязательно оперировать спецтерминами? Будь дискими, политическими, может быть, психологическими, чтобы общаться. Я не хочу, я устал от этих всех разговоров, о чужих концепциях и их обсуждениях. То есть, условно говоря, какие-то там интеллектуалы, менталы, которые едят за столом своих каких-то сумасшедших идей, а нам кидают огрызки, и мы их как бомжи. И ещё и боремся, воюем за то, у кого вкуснее обглоданный кусочек курицы. Не знаю, как это у тебя. Ну, как бы, что у тебя происходит, если я возьмусь описывать, подключив все свои металлоконструкции, я в твоё хрупкое, нежное женское тело просто их, ну, как бы, всуну. И опять будут протезы, только одни протезы от Фрица Перлза, другие от Нисаргадат и Махараджи, третий будет от Ягумена Евмения. Зачем тебе это нужно? Вот наши жизненные роли, вот ты говоришь, например, я политолог, ну, про себя, или я, например, журналист, про себя, или я, например, женщина, про себя. Это всё, я простыми вещами объясняю, это, ну, как сказать, это как одежды, как некоторые психические одежды и состояния. Вот я сейчас в большей степени человек и собеседник. Я сейчас даже, ну, как сказать, у меня есть, например, если я веду тренинг, то это другое психическое состояние. А я сейчас просто добрый собеседник. Я почти без роли, в плавочках, считай, только. Потому что если без плавочек, это уже другая история. Те или иные роли под задачу мы одеваем. Роль компетентности в определённой области, или роль человека, который просчитывает финансовые риски. Это же тоже роль. Или роль адвайтистки, которая сидит на сатсанке, и типа какого-то бога ищет. Роль религиозного искателя. Вот это такая вот роль. Религиозный поиск, поиск бога – это такой же мыслевирус, как и заработать миллион там за месяц. Потому что ни один ребёнок вообще-то вообще не в курсе того, что надо кого-то там искать. Ребёнок просто живёт, ребёнок играет. Потом, когда ребёнок взрослеет, ему нужно, ему родители подсаживают мыслевирус. В каком случае ты хороший, а в каком случае ты плохой. И плохой, если ты делаешь такие-то вещи, хороший, если мамочку радуешь такими-то вещами. Это мы взрослеем, и вот уже у нас такая штука. Вот быть хорошим по каким-то своим внутренним критериям. Мы начинаем читать мировую художественную литературу. Мы слышим, что там всюду звучит тема поиска высшего, поиска бога и истории людей, которые говорят о себе или говорили, что якобы они его нашли. Я сейчас исхожу из простых, логически понятных вещей. Бога как объекта не существует во Вселенной. Никакого объекта по имени Бог никто никогда не видел. И, кстати, об этом же говорит Библия. Бога никто никогда не видел. Это выражение, между прочим, евангелиста Иоанна. И оно достоверно. Но были люди, которые являли собой нечто интересное, уникальное, универсальное, что притягивало других людей. Например, я человек с душевной пустотой, простой плотник, или, может быть, слесарь, или водитель трамвая. Ну, мне кажется, что у меня бедное внутреннее содержание. Ну, там, три книжки прочитал, и то две из них о том, как там завоевывать людей. Ну, вот, и там Дейла Карнеги прочитал, и ещё какую-нибудь там другую книжку. У меня бедное содержание внутреннее. И я думаю, наверное, там есть какие-то люди, которые, ну, чего-то достигли, открыли, реализовали. И это интересно. Это глубоко. Мне хочется быть, как они. Мне хочется стать настоящим, глубоким, искренним. Я начинаю читать эти замечательные книжки и заражаться художественным образом других людей. И начинаю моделировать себя по образу и подобию Иисуса Христа, кто-то Раманы Махарши, кто-то Будды. Кто-то Игумена Евминия. Ну, да, слава Богу, я максимально всё обустроил в своей жизни так, чтобы никакого культа меня, по крайней мере, при моей жизни не было. То есть я допускаю совершенно, как бы в этом смысле, аморальные по отношению к тем или иным сообществам, психологическим, историческим вещи, чтобы меня ни к чему не причисляли. Ни к какому лику святых тебя не прибили там, да, гвоздями? Да, да, потому что тут было дело. Меня то в психологи записывали, то в адвати стоит человек, который разговаривает с людьми, когда у них болит душа. И назвал себя так душепопечителем, что тоже является ролью. Но, как бы, роль необходима для некоторого позиционирования в социальном мире. А вот вы кто? А такого мы не слышали. Ну, и фиг с вами, теперь услышали. Мы же спросили, кто я. Вот такое есть название. Вот. И вот в этом смысле я возвращаюсь к мысли вируса под названием поиск Бога. А где вы его ищите? Ну, вот. Никакого Бога вовне нет. Гагарин летал в космос, никакого Бога не видал. Ни ведические какие-то источники, ни христианские, не указывают на место пребывания объекта под названием Бог во Вселенной. Значит, единственное, что мы можем, ну, как сказать, Бог, ну, идея Бога, ну, промежуточная стадия – это как будто что-то внутри меня, как Высшее, как Бог. Как какое-то идеальное я. Но в конечном итоге и это придется отбросить. Вот есть я, который на поверхности, а есть Бог, который где-то там в глубине. И мне нужно, типа, молчать, вот это пыжиться по часу в этой медитации, на Випассане сидеть и изображать. Потому что все-то чувствуют, а я что, дурак? Что, я лох, что ли? Да, и типа надо, ну, ты почувствовал? Да, а ты почувствовал? Да. Ой, как хорошо. И как-то людям через холотропное дыхание, через какие-то такие медитации, через… Как-то им легчает. А вот слабо без техник, без процессов, без медитации, без… Самому с собой, вот, да? Да, чтобы просто тебе, ну, научиться с этим внутренним напряжением, психическими скачками, вот, ритмами, состояний. Просто вот так спокойно ужиться и не находить никаких во Вселенной костылей. Потому что, когда я смотрю, ну, как говорит там один политик, девочке смешно. Ну, четыре секретных техники, значит, для обретения внутреннего спокойствия, проходите по ссылочке. Но все уже знают, что никаких секретных техник нет. Но все равно по ссылочке, блин, проходят, понимаешь? Что слово секретные, а не такие секретные, в открытом доступе два миллиона просмотров. Ну, да, просто, понимаете, поэтому вот эта вот простая вещь – ужиться с собой. Вот я тебе расскажу историю про одного моего хорошего друга. Он психолог и хороший консультант, и очень сердечный человек, и очень такой креативный, и нашел место приложения своих сил, и все нормально. Но у него так по наследственности случилось, что у него просто, кажется, по материнской линии передалось такое, ну, биохимически прям попадание в состояние эндогенной депрессии. Когда ты тупой, ты тупишь, никакой мотивации нет, ничего не интересно. Знакомое состояние, да, это уже. Все пресно, все уже слышали, и вот уже приходишь с человеком, просто разговариваешь, а он мне очень интересный человек. А он смотрит, он старается улыбаться, но он как бы сквозь тебя смотрит. Вот, и в таких состояниях, я говорю, дорогой, просто говори о себе. Исследуй это, ну, представь себе, вот там миссию тебе сейчас, приключение. Представляешь, если ты хорошенько все это поисследуешь, вот это дно этого колодца, то и оттуда увидишь, что может тебя, ну, как бы вытаскивать, доставать, облегчать вот этот провал в эту, в мутную эту воду, вот. Это помимо таблеток ты имеешь в виду, это внутри? Да, 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 я здесь благовею перед гением фармакологии и психиатрии, и я никаких комментариев насчет употреблять таблетки, не употреблять, здесь не даю, это личный выбор каждого, его отношение с собственным фармакологом, психиатром. Ну, вот, помимо этого, давай потихонечку исследовать. И вот в какой-то момент мы сидим, разговариваем, он начинает мне говорить себя и говорит, я обижен на судьбу. Почему это бремя выпало мне? Лучше б уж какое-нибудь, ну, такое, ну, врожденное уродство, типа ДЦП или что-то такое, чем вот такое просто овощное состояние, когда руки-ноги есть, ничего нету. И вот я смотрю, что человек начинает мне рассказывать себя, а я здесь сижу и слушаю, потому что мне по жизни, для жизни моей, для счастья моего, для любви моей, этот человек нужен. Я говорю, продолжай говорить, говори, рассказывай, я здесь, я говорю, вот этот тоненький мост устраивается, и человек проясняется, просветляется. То есть светлее с ним становится и говорить, и понимать. И это, ну, как сказать, вот здесь вот, ну, в его человечности и в моей человечности возникает резонанс, где мы можем, ну, просто быть друг с другом. И найдя во взаимодействии спокойное присутствие принятия друг друга, вот это большее что-то, оно возникает. Оно возникает не в силу эротического притяжения, оно возникает не в силу выгоды. Это не жанр психотерапии, это не жанр консультирования, это не жанр интервью. Просто вот слово присутствие, уже всё затёртое, выкидываем на помойку. Просто мы говорим. Вот. И вот когда люди вот какими-то такими ниточками, нейрончиками друг между другом находят, и в человечности своей принимают друг друга, взаимодействуют, говорят, становится светлее. Когда я переживаю то, что ты назвала тёмной ночью души, одиночеством, вот. Никому рассказать, никому нужны мои проблемы. Поэтому смотри, какая тёплая здесь есть вещь. И я сейчас увёл тебя от какой идеи? От какого-то такого богоискательства. И не просто во Вселенной, не просто в религии, а даже поиск Бога в душе. Вот сначала там поиск Бога вовне. Юность такая с её очарованием – это поиск Бога в душе. Я предполагаю, что зрелость – это отказ от поиска и спокойное исследование без достроенной реальности под видом просветления или Богом, или чем-то. Ну вот, не достраиваем никакой идеи жизнь. Смотрим ясно. Подарили на день рождения такой проигрыватель для CD-дисков. Он красивый, качественный и совершенно нераспечатанный. То есть я его даже не использовал. Он стоял у меня на балконе. Почему я не использовал? Потому что если у меня был CD-диск, я его вставлял в компьютер. Тогда, ну как бы в этот, в ноутбук. Тогда они прокручивали CD-диск, а колоночки поставил и всё. И вот недавно, перебирая вещи старые на балконе, я вдруг смотрю, нераспечатанный подарок с вот этим. Знаешь, он такой ещё из серебристого металла, такой красивенький, с кнопочками, с пультиком, ну вот с колоночками. То есть без колоночек вру, тут я соврал. Я его вот сейчас пойду, мы поговорим, я пойду выкину его на мусорку. Ну а зачем он мне? Ну вот жалко, да, вещь красивая, новая, нераспечатанная. Когда-то, даже если бы я передарил, это был приятный, дорогой подарок, но не успел я. Так же и с книгами. Вот понимаешь, во-первых, сейчас, конечно, колоссально уменьшилось количество людей, которые читают бумажные книги, но вот свои я в прошлом году где-то шкафа 3 освободил, в этом году ещё, сейчас скажу, сейчас скажу, 16 полок. Я просто освободил некоторые сразу на мусорник, а некоторые поставил в нашем центре, в библиотеку, пусть стоят для интерьера книжные шкафы с книгами, это райтро уже. Поэтому это красиво смотрит. Ну да, поэтому как-то вот, мне кажется, от вирусных идей также нужно освобождаться. Они не были вирусными, но сейчас они не питают. Ну знаешь, вот у нас же их, смотри, с течением жизни у нас и вкусовые предпочтения меняются. Есть какие-то продукты, которые мы раньше любили, а сейчас нет. Есть какие-то песни, которые, ну знаешь, вот мы же с тобой дети одной эпохи. Когда-то были песни, которые мы слушали, у нас они были на магнитофонных кассетах записаны. Песня когда-то прямо тебя из трудного состояния вывела, а сейчас слушаешь, ну никак. Понимаете, мы не должны быть верны, старый. Чтобы ты вокруг чего-то, Наташа, организованно должна быть. И как будто бы вот это самое пресловутое чувство «я» Организованно. Должно быть вокруг чего-то. Не всё вокруг тебя, а ты вокруг какой-то идеи организованно. То есть, смотрите, кто здесь является телом, «а кто одежды». Получается, что не я являюсь телом, на которое я идею одну померил, раз снял другую. А как будто бы ты обслуживаешь. Программа глючная в чём? Я должна обслуживать какую-то идею. Кто-то, например, кинул «ищите Бога внутри» или найдите состояние «я есть то». Осознайте себя без мыслей. И мы так сидим, короче, и обслуживаем чужую идею. Кого-то она вштырила, но тебя уже нет. Поэтому, если ты начинаешь втыриваться об какую-то такую идею, организовать свою жизнь вокруг неё, ну, как будто бы идея – это опора. А мы обслуживающий персонал. Бога по своему образу и подобию, которого можно предать, от которого можно... Моразм, моразм! И понимаешь, ты же его такого изобрела. вот, что папа не ушёл из семьи, ты будешь теперь держать его за ручку. Или кричать «папа, папа, ты ещё...» Забери меня отсюда. Забери меня отсюда, да, да, потому что где-то будет получше, чем здесь. Вот, вот, сама идея отдельного кого-то, с кем нужно найти контакт, чтобы соединиться и слиться в офигенном любовном слиянии и чувствовать себя счастливой, сама эта идея, пока она не будет, ну, оставлена в силу взросления. Я не сказал специально слово «отброшено». В этом есть некоторая истеричность и отброшенность. Агрессивность, так как всё. Агрессивность, да. И это означает, если мы правильно её оставляем, то точно так, как ты книги в этом, ну, как сказать, в подъезде или у ящика там. Ты же не то, что, например, вдруг поняла, что тебе какие-то книги не в штыре, и такая вышла на балкон. И агрессивно. Агрессивно кидаешь по прохожим и ещё поджигая, макая в бензинчике, поджигая. Это истерика. Не надо. Ведь идея Бога как персонажа. Ну, вот смотри, например, мы смотрим какой-то фильм художественный. Если мы смотрим художественный фильм, это означает, что мы верим в то, что это не фильм, а на самом деле. Вот мы на полтора часа сели или на два с половиной и смотрим какой-нибудь там фильм. Вот это «Не смотри вверх», например, недавно фильм вышел хороший. Или, например, там «Четвёртую матрицу». На время просмотра наше негласное соглашение с собой в то, что это всё на самом деле. Иначе смысл смотреть. Ну, да, скучно. Зачем всё? Если мы думаем, что это актёры, что это спецэффекты или какую-то рождественскую сказку. Раз, включили и смотрим. Вот. На время, пока мы смотрим, мы верим, что это на самом деле происходит, и можем даже слезу пустить. И смеёмся шуткам, которые были записаны заранее и каким-нибудь там актёром произнесены. Вот. И в этом свойство тех прекрасных, замечательных, художественных, литературных, культурных иллюзий, в которые мы погружаемся. Но как только фильм закончился, пошли титры. Мы обычно о фильме говорим. в конце мы смотрим вместе фильмы. Или вот я с удовольствием смотрю сейчас сериал Корона про эту царицу, ну как его, королеву Елизавету, все эти. Но я искренне смотрю, я понимаю, что есть даже по мотивам каких-то реальных событий, есть какие-то такие истории, которые там рассказаны, они отчасти и в значительной мере отличаются от того, как было на самом деле. Но во время просмотра я не критичен к тому, чтобы там каждую детальку сверять. С той ли Короной короновали в кино, с настоящей ли царской Короной пошел искать Википедию, нет. Я добровольно в эту иллюзию вхожу, но я и выхожу. Религиозная иллюзия устроена так, что она цепляет самые глубинные наши психические области, а это какая-то высшая правда, бессмертие души. Но ведь в человеке эта тяга есть, она же вмонтирована. Есть, но это моя тяга, направленная как бы вовне. Ну, давай так, это потребности в том, чтобы кому-то отдать свою любовь или кем-то быть любимым. Эта потребность прекрасно реализуется в зрелых отношениях любви и заботы. Это потребность, она каким-то образом в нас, мы ее обнаруживаем, но не все. Есть люди, у которых этой потребности нет. Есть, например, психопаты, у которых нет потребности любить, но они знают, как нажимать на кнопки любви, чтобы вытягивать энергию из других людей и потом жить этим. В ком-то есть, в ком-то нет. Если в ком-то есть, он не должен проповедовать, что во всех это должно быть, потому что тогда ты совершаешь тонкое моральное насилие. А есть люди, которые очень бытовые, очень простые, еда, борщик, там, что-то секс, занавесочки купила, сходила, купила помидоры подешевле, на рынок сходила. И это их жизнь и их, вот я бы здесь раньше сказал, божественность в их человечности. Сейчас я скажу, вот они такие, другие, другие. Мы находим друг друга, и мы с тобой нашли, видишь, потому что ты чокнутый взбалмошная, как и я, чокнутый взбалмошный, но мы при этом пытаемся себя как-то воспитать как духовные личности и занимаемся этим всю жизнь, понимаешь? И на этой волне мы друг друга нашли, это значит, ну как единомышленники, я бы сказал еще единочувственники, то есть у тебя же энергетика офигительная, интеллект офигительный, вот, и точка приложения этого, ну, нужна, поэтому ослабо вот выбрать служение людям и высшим ценностям, не потому что Бог так велит, а потому что я так выбираю, я сам или я сама, вот мне хочется, ну да, и пусть будут и концепции, тогда, понимаешь, когда вот этот сумасшедший-то поиск чего-то такого за... Мешаная белка. Да, то как бы пусть и концепция, пусть оно и будет, и когда для того, чтобы мне ну просто обнять человека или поговорить с Натальей, вот, просто по скайпу или, например, ну, по поводу чего-то попечалиться, погрустить и даже потупить, и даже выпить в что-нибудь покрепче, чтобы заглушить боль. Если я... для этого мне не нужно концептуальных объяснений, я все-таки более свободен, чем если мне нужно головой обосновать потребности моей души и моего сердца.